Итак, начинаем мы с главной новости. В гимназии номер 3 зафиксирована вспышка гепатита А. Как сообщает руководство учебного заведения, уже зарегистрировано два случая заболевания. В настоящее время на месте работают сотрудники Роспотребнадзора. Они должны принять решение о том, необходимо ли закрывать школу на карантин. Сейчас на месте также работает наша съемочная группа на прямой связи со студией Иван Занько. Ваня, расскажи, пожалуйста, удалось ли тебе встретиться с родителями и руководством школы? Сильно ли они обеспокоены этой проблемой? Здравствуйте, Галина. Как таковой вспышки болезни гепатита А в гимназии номер 3 нет. Всего двое заболевших. На данный момент известно о двоих инфицированных. Это ученики 8 и 9 класса. Сейчас классы, где они учились, они занимаются в отдельном кабинете и не передвигаются по школе. К ним приходят учителя, а школа продолжает работать в нормальном, в обычном режиме. Всего же в гимназии обучается 1317 человек. Никакой паники нет. Нам удалось поговорить с родителями и заместителем директора. Давайте послушаем, как они прокомментировали эту ситуацию. Я знаю, по крайней мере, что их предупредили о том, что будьте осторожны, не лезьте куда-то, с кем вы детей, которых не знаете, может, где неблагополучные семьи. Вот так их всех предупредили. Они теперь знают, что надо гигиену соблюдать. Все основные противоэпидемиологические мероприятия мы применяем. Проявляется специальная санитарная обработка всех помещений гимназии. Вклеены памятки, дневники учеников. Ознакомлены педагоги, ознакомлены родители о том, что делать в этом случае. Также отмечу, что здесь уже побывали представители Роспотребнадзора. Они провели все необходимые экспертизы, взяли анализы. Но, правда, результаты будут известны не ранее, чем через неделю. Тогда же будут, кроме того, предприняты все необходимые меры. Памятки вклеены в дневники школьникам. Об этом знают все родители, что нужно соблюдать гигиену. И в школе, как таково, повторюсь, паники нет. На этом у меня пока вся информация. Галина. Спасибо большое за исчерпывающую информацию. Мы будем следить за этой ситуацией. Я напомню, на прямой связи со студией был Иван Занько. Он сейчас работает в одной из иркутских школ, где зафиксирована вспышка гепатита А. И к другим новостям. В Бодайбинском районе педофила отправят в психиатрическую клинику. Районное отдело Следственного комитета России вынес постановление о направлении уголовного дела для применения принудительных мер медицинского характера в отношении 55-летнего местного жителя. По версии следствия, летом прошлого года он увел малолетнюю девочку на берег реки Витим, где изнасиловал ее. В ходе расследования эксперты установили, что злоумышленник не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Тем временем, уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов просит Владимира Путина ужесточить наказание для педофилов. Так, он предлагает ввести обязательный пожизненный административный надзор за вышедшими из тюрьмы преступниками. А кроме того, исключить возможность условно-досрочного освобождения из тюрьмы осужденных по этим статьям и отменить для них сроки давности. По словам Павла Астахова, в 98% случаев вышедшие из тюрьмы педофилы становятся рецидивистами. Также, по данному полномоченного, количество потерпевших от преступлений против половой непрекосновенности выросло на 35%. Обманутых вкладчиков кредитного потребительского кооператива Департамент вкладов и займов разыскивают следователи. Напомню, в 2009 году в отношении этой финансовой организации было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Только в Иркутске количество потерпевших составило около 1000 человек. Общая сумма ущерба оценивается в 200 миллионов рублей. Контактный телефон для потерпевших вы видите на своих экранах. И еще о кредитном мошенничестве. На нем попалась 23-летняя шелиховчанка. Причем не в первый раз она уже отбывала условный срок по подобным преступлениям. По словам последней пострадавшей, неизвестной оформили от ее имени кредитный договор. Об этом она узнала, когда с нее банк потребовал оплату долга. Полицейские выяснили, что паспортом родственницы воспользовалась племянница пострадавшей. Она успела оформить на свою тетю кредиты в пяти банках на 60 тысяч рублей. Сейчас в отношении изобретательной девушки вновь возбуждено уголовное дело. Будьте изобретательными, но в хорошем смысле этого слова. Отправляйте нам свое видео на почту, адрес которой вы видите сейчас на своих экранах. У меня же пока вся информация к этому часу. Вернемся в 3 часа дня. Оставайтесь с нами. До встречи.